Яна говорит, что опять одному щенку плохо. Что-то с ней очень плохого происходит. Достательного рефлекса нет. Видишь, вообще полностью отсутствует. Как будто собралась умирать. Она так лежит, потому что она тряпочка. Ну, пупс. Учухивайся. Учухивайся, пупс. Совсем не хочешь жить, да? Что вообще могло случиться с ней? Колоть я ее. Колола, все сделала. Только никакого нет. Надо же даже не реагировать на что. Друзья, у нас позади шестой день. Начинается седьмой день жизни щенков. Все хорошо. Ну, как хорошо? Хорошо настолько, насколько это может быть, да, Ян? Ну, то есть, смотрите, в данный момент щенки постоянно едят маму. Сосут молоко. Но Яна говорит, что им не хватает. И она постоянно их кормит молочной смесью. Каждый щенок сколько себе выпивает, Ян, ты говоришь? Девять. Девять миллилитров. А вчера сколько выпивал? Шесть. Кубиков, да, наверное? Две литра. Две литра. В общем, с каждым днём они начинают есть еще больше. Так это выглядит. Здесь молоко, шприц, жажда, они употребляют. Ну, вроде растут, все хорошо даже. Почему тем не хватает? Она почему впервые такой? Может, я не знаю. Вот если бы я знала бы, я бы тебе ответила на этот вопрос. Впервые такой. Шесть щенков, десять сосков. Не десять, а восемь. Да, шесть щенков, восемь сосков. Вроде молоко есть в каждом соске, я проверял. Может, тянет, тянутся плохо, я не знаю. Может, молоко непитательное какое-то, да, Ян? Ну, можно сказать, неделя позади, самое сложное. Сейчас уже хотим, чтобы быстрее настало дней десять. Чтобы они уже совсем стали крупные, чтобы глазки начали открываться. Личинки, конечно, когда такие, очень боязно за них. Что, наелась-то? Что, кто еще? Тыква вообще никак не может. Ну, ты его прямо отключила. Давай. Я сейчас уйду спать, а тебе останешься голодным до утра. Да ладно, голодным. Ночью я постоянно к нему хожу, всех подключаю. Однако, что они все равно голодные почему-то остаются. Я не знаю почему. Не знаю. Не хочешь? Что-то ты совсем у меня сегодня не хочешь есть. Ты наедаешься? Ну, там есть такие сосуды. Это же единственный щенок, который не очень хорошо сегодня кушает. Нет, смотри-ка, он накинулся. Да, я не знаю. Я уже столько раз ему... Я ему сейчас уже третий раз предлагаю покушать. Только сейчас он начухался. Давай. Короче, весь ухо продолжается. Ты что, засыпаешь на то время? Да, я все наедусь, смотрю, у тебя уже лежат. Уже никто не сосет, уже не шевелятся, лежат, спят, как и мама. И мама тоже в отрубе. Все, поехали. Мама, что же это? Идите, эй. Мам, разгулись, хочет. Мам, ну, как-то. Какие-то обязанности свои выполняют. Спитка, тюрень. Все, я надеюсь, пас. Хватит там, пупки всем проверять. Че, 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 че. Ну, кажется, ты плохо покушал. Музыка большой, аж пузом с большим. Меритель. Меритель плотности пузика. Пуза метрами яда есть. Пузико должно быть шире, чем спинка в полтора раза, да, примерно? Ну, кстати, сейчас, вот за весь день, сегодня, больше всего осталось молока. Ну, может, они больше поедут? Значит, они... По идее, чем они взрослее, тем они сильнее, тем они лучше сосут и больше ее высосут. Да, может быть, надеюсь. Потому что, может быть, с каждым днем будет все меньше и меньше им хотеть с твоей помощи. Это было бы идеально, да, Ян? Ян, все, иди спать уже полвторого ночи. Я сижу до 8.30, ты встаешь в 8.30. Ну, вот, друзья, у нас позади неделя жизни щенков. Сейчас у нас 5 утра. У нас с Яной так и продолжается дежурство. Она днем, я ночью до утра сижу с щенками. Ну, как сижу, я за ним постоянно слежу в камеру. Прихожу, смотрю, поставил, как вы помните, он здесь в камеру. Поэтому я ее вижу и на телефоне, и на компьютере. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что, я думаю, нет смысла уже сидеть так контролировать внимательно. Потому что Вита очень аккуратная. За все эти дни не было ни одного случая, чтобы Вита кого-то придавила, наступила, легла на кого-то. Вот даже сейчас мы только что с ней погуляли. Она попросилась на улицу, вернулись. Я даже посмотрел, как она ложится. Посмотрите, как она легла. Она легла так, что все дети перед ней. Под голову их разместила. Один уже, видите, уполз. Так что она очень аккуратно ложится так, чтобы не на них лечь, а перед ними. И дальше они уже там расползаются. Так что так. Ну, Яна до сих пор их подкармливает. Вчера ее подкармливала, это точно совершенно. Поэтому, значит, считаю, что надо еще кормить. В принципе, детки не пищат. Детки растут. Ну, будем теперь смотреть, что будет дальше. Слава богу, что эти шесть ребят оказались более сильными, чем те четыре. Это, конечно, с одной стороны успокаивает и радует. Потому что, когда всякие такие гадости наступают, люди, бывает, теряют целый пометок. Сейчас сижу рядом с мелочью, свитой и наблюдаю, как интересно. Смотрите, вот этот щенок, который сосет сейчас, он самый крупный в помете. Я сколько не отодвигал его, он, чтобы вот этот поел. Он всех сдвигает и забирает себе сосок. Он вообще очень целеустремленный, уверенный в себе. Ну, и вот так они по очереди сосутся. Вот сейчас вот четыре сразу одновременно. Все заняты, пятого места нет. А самое интересное, смотрите, девочка там еще лежит прямо у Вити на щеке. Ну, такая милота. И я такой сижу и смотрю на них всех. И я такой сижу и смотрю на них. Друзья, привет. Короче, у нас неприятности продолжаются, к сожалению. Только что сейчас спал, проснулся. Яна говорит, что опять одному щенку плохо. То есть, причем без каких-либо, видимо, причин. Вот видите, вот эта девочка лежит, она, я на нее отложил отдельно. Причем, говорит, еще два часа назад она отлично ела, бегала, никаких признаков не подавала. И вдруг ни с того ни с сего резко обмякала. И ничего она не ест, ничего не двигается практически. Она еще жива, что-то с ней очень плохое происходит, как она говорит. Та вилла никакая. Сейчас типа спит. У нее ни поноса, ни кричит, ни животик не болит. Ничего не происходит такого, что обычно, что можно лечить. Просто встала тряпочкой. Так что, видите, вот так все сложно с этим пометом, у нас вообще пипец. Тем более девчонка очень жалкая. Да. Ну, я надеюсь, что поправится, я на нее все, что можно, вколола. В общем, такие проблемы. С остальными все в полном порядке. Именно вот только с ней такая беда. Вот Яна сейчас ее пытается кормить, смотрит, будет ли она есть. Вроде кушает, да? Нет, не кушает. Яна сейчас нет настроения, не хочет нам ничего показывать. Она мне только что показывала, что с девочкой. В общем, когда ее берешь на руки, она вообще, можно сказать, как... Ну, реально, как тряпочка, говорят. Так, да? Потому что... Ее даже на спину переворачиваешь, она не рыпается просто. При этом дышит все, вроде как будто нормально. Она мне показала, взяла другого щенка. На спину перевернула, тут сразу лапками началась двигать, кричать. А ей вообще пофиг. Кашляет, да? Нет. Очень странно это все, да? Ну, непонятно совершенно причины происходящего. Даже как такового-то обезвоживания нет. Шкурка быстро выпрямляется. Кушала два часа назад. Ну, уже не два часа, но уже значительно больше. Ну, все, ты говоришь, недавно все ели. Ну, недавно, чуть-чуть поел он, да. Главное, уже щенкам 9 дней, уже казалось, что все позади. И уже ждем, когда глазки начнут открывать. И вдруг такой сюрприз от этой девочки. Еще и девочка. Непонятная фигня. Как будто просто спит, короче, представляете? А на деле ничего не рыпается, не двигается. Даже не кричит. Блин, какая интересная. Какой орган у нее сейчас забоит, как ты думаешь? У нее ничего не болит. Чтобы у нее болело, она бы пищала. А с мозгом, значит, что-то? Может быть, уражение головного мозга. Может быть, каким-нибудь бактериям. Короче, самое главное у нас даже надежда не то, чтобы она поправилась, чтобы другие не заболели. Потому что это будет пипец. Да, хватит. Короче, какая-то у нас ерунда происходит. Самый неудачный помет в моей жизни. Да. Я думал, с Глюбери неудачный. Главное, до этого, помните, у нас были пометы 12-10 щенков? Ой, сколько? Чего только не было. Никогда больше щенков не теряли. Сразу за все года отбываемся. А может, это просто бульдоги нам в хорошем помете повезут? Что, что все уже одиннадцать? Плохо все. Совсем не хочется еще одного щенкателя. Ему говорят, что прогноз очень поемленный и неприятный. Я бы сказала, крайне не было бы приятной. Ну да, не улучшается ее состояние вообще. Ничего у нее нет. Ни таких признаков, которые обычно у щенков бывают. Что мы лечим? Лечить нечего, да? По признакам я ничего не вижу. Достательного рефлекса нет. Угу. Видишь, вообще полностью отсутствует. Угу. Блин, да шо ж такое? Как будто собралась умирать. Ну, ребята, рядом наяривают. Да, этим кому-нибудь палец предложений сразу присоснутся. Да, они там друг друга чуть не раздвигают. Да, ну и... Даже не знаю, как тебя спать отпускать. Да, ну и вот кошмары снится, пока я не буду ждать, что я сейчас попробую. Вот видите, ребята, кладем ее на спину. И она даже особо ничего. Нормальный щенок уже начнет визжать, пищать, пытаться на живот лечь. Но это ей не так лежит. Она не от того, что ей хорошо и кайфово. Она так лежит, потому что она тряпочка. Ну, я не знаю, что еще мы уже сделаем. Ну, я все сделаю, все, что надо. Ну, главное, так быстро сгорело. За пару часов. В 9 часов еще все хорошо было. В 12 часов уже не очень. Не знаю, по-моему, все время, что мы лечили щеноков, мы всегда их лечили от поносов, от животиков, от того, что они кричали. Они и кричали, а она молчит. Они и кричат, и животы твердые, а у нее все мягкое. И живот мягкий, и она как бы вся расслаблена, не пищит, ничего. Как будто даже больше похоже, что мозг и нервной системы отказали, да? Ну, непонятно вообще из-за чего. Ну, говорят, что есть такое бактериальное поражение. Уже, если оно началось, то уже ничего не было. Все остальные вроде нормально. Вот их трогаешь, они сразу реагируют. Типа, что-то меня трогаешь. У всех он, реакция есть. Как бы жизнь медом не казалась. Так, только начинаешь думать, что еще налаживается. Как будто в башке так начнет. Не могла она, наверное, в нее в кого-то ступить незаметно, что-то там повредит какие-то органы. Ты тут все время была, ничего другого подобного не была. Она у нас лежит на гревочке, да что ли? Ну, пупщик. Почушивайся. Ну, чухивайся, пупс. Совсем не хочешь жить, да? Такая красивая девка была. Что слушаешь? Как сердце бьется? Не бурлитый животик. Вообще ничего необычного не вижу, не слышу. Только что то, что она такая мягшая. Ни бульканье, ни хрипов, ничего не слышит. Ни пищи. Что ж там уделать-то? Цвет нормальный розовый. Ни синий, ничего. Что вообще могло случиться, не понимаю. Ну, покушай не ручь. Ну, вообще рефлексы нет. Ну, вообще все рефлексы прекратились. Ну, так все, можно забыть уже. Все, у нас сейчас еще и пару часов, и все, и уйдем. Колоть я ее колола, все сделала. Только никакого нет. Если нагрузил 12 часов, и все хоть что-то подело, то сейчас она уже даже не реагирует. Что, хуже и хуже скажем сейчас. Хуже, конечно. Улучшения нет. Два часа лучше нет. Ну, в общем, так, ребята. Ничего нельзя сделать по коже. И все вот. Ночью она не переживет. Субтитры сделал DimaTorzok